Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите прямое включение летнего эфира. Сегодня у нас, как всегда, не устаю говорить, у нас очень много интересных гостей, и всегда они приходят к нам в НВК Саха. Вы можете посмотреть Саха 24 сейчас и повтор в НВК Саха на всю республику. Ну что, дорогие наши телезрители, первые наши гости, а их немало. Я бы хотел сначала сделать такую подводку. Вы, наверное, все увидели в социальных сетях, в новостях, первый клон, клонированная собачка. Даже их два, получается, у нас в республике, прямо здесь, у нас в Якутии. Так что мы должны радоваться и поддерживать их. Итак, я хотел бы представить наших гостей. Юрий Борисов, председатель клуба любителей охотничьих собак Байанай. Также Дмитрий Иванов, член клуба Байанай, заводчик. И Егор Борисов, член клуба, также заводчик. Так, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну вот расскажите все-таки, все-все-все пестрят и пишут комментарии по поводу того, что у нас появились клоны в Якутии. Вот, Юрий Петрович. Так, ну, во-первых, всех телезрителей поздравляем национальным праздником и всех. Да, все-таки. Так, ну, наш клуб образован в 2007 году. И вот мы ежегодно проводим выставки лайк. И вот второй год работаем с этими учеными СВП. И вот 13 июня мы полетели за щенками клонированных собак в Севул. Со мной полетел Чепрасов Максим, сотрудник, научный сотрудник музея Мамонта. Нас очень тепло встретили там. Лично профессор Хван нас встретил. Ну, там все стерильно. Прямо при входе в институт нас обулись там, тапочкой дели. И в тот же день профессор нам показал свой институт, лабораторию. Там, короче, нас завели такое место, как лифт. И там всю пыль у нас вытряхнули. Одели как космонавтов. И бахилы там, шапки. И там, ну, это после... Ну, он показал, как это все делается, процесс склонирования. Там отделяют, прямо мы видели, как эта клетка отделяет ядро. Это ядро помещает в клетку донора собаки, корейской собаки. Все это прямо на этом мониторе видели. И также там он провел этот, ну, процесс склонирования, операцию. В Дубая собака была. Это показали. И прямо на месте там показали. И вот у меня такой вопрос. Все-таки я не представил наших еще гостей, малых. Это, получается, Сютюк. Сютюк. И коричаня. Это клон, клон. Да, два месяца. И клон, получается, коричаня. Вот расскажите, пожалуйста, о клоне коричаня. Ну, коричаня два месяца. Мы вот в декабре вместе профессор Хван был в Якутии. И мы вот через Елену Валерьевну, заведующую лабораторию генетики, попросили, чтобы клонировать якутских лаек. И в декабре они вот сухо кусочек взяли материала. А, сухо, получается. И пробирки поезде прямо туда сделали. И вот, получается, сухо получился такой клон. Вот, например, на видео мы смотрим два щенка. Правильно? Ну, сейчас они в карантине. Мы не стараемся это все туда-сюда возить, да? Вот привезли. Также еще есть, да, получается, Байанай. Байанай. Ваша очередь. Так, добрый день. Ну, коричаня, она как обычный щенок, обычный двухмесячный щенок, также играет, бегает, прыгает. Вот 17 июня она прилетела из Сеула к нам в Якутск, и сразу она ко мне поехала. И буквально в первый день она как будто знает якутский язык. Как домой вернулась. Как будто она вернулась домой, получается. То есть воспоминания передаются, получается. Нет, ну, я не знаю, но я так полагаю, что передается. Может быть, все-таки что-то передается, но я и так считаю, что когда мы в первый день надели ошейник, она тоже как будто знает ошейник, не плачет, не сопротивлялась. Там вообще им этот ошейник по воду огне одевали, они словно в угле бегали. И получается, как будто это передается, чтобы она спокойно не возмущалась, как будто постоянно в ошейнике. А также бывает, ну, конечно же, надо приучить, получается, да, передача. Да, и... Где-то там повысит голос. Есть такое, как бы, да. Ну, как обычного щенка ее тоже нужно воспитывать, ругать немножко. И на это вот... Реагирует? ...сютик немножко злится. Злится, когда щенка вот... Может, защищает? Она думает, почему меня, наверное, обижаете. То есть она ничего не сделала, сютик, да, а ругает керечяне, и думает она, что ее ругают, получается. Есть такое. Есть такое, ага. Интересно. Ничего себе. А вот все-таки, Егор Егорович, такой вопрос и телезрители, и в социальных сетях спрашивают, для чего это все было сделано, клонирование собак? Вообще, это не прихоть и не баловство далеко. Якутская лайка, в общем, можно сказать, на грани, на самом грани пропасти, исчезновение стоит, да. Причина в чем, да, в 60-х, 50-х годах прошлого века здесь была эпидемия альбекокоза и акнококоза, а переносчиком является собака. А что за болезнь? Это паразитарная болезнь, которая поражает печень человека и животных, сахат и так далее. И в основном это, ну, покление хозяина, это собака, через него заражается вот человек, и парнокопытные. И тогда у нас очень много людей умерло даже от этой болезни. Медицина была не такая, как сейчас, да. И я помню, даже вот из нашей деревни тоже двое-трое детей умерли. И тогда, ну, жестким методом решили это ликвидировать путем истребления собак, охотничек. И когда истребили, собак не стало, а потом, 70-х, начиная с 70-х годов, наши якутяне, молодежь, поехали поступать на Хатаведа, Иркутск. И оттуда ребята стали возить лаек в Западно-Сибирске и в Восточно-Сибирске, с Новосибирска. И вот этот вакуум заполнили этими собаками. Так что вот этих чисто якутскую лайку сейчас фактически невозможно найти. Мы вот смогли подыскать одну хорошую собаку, кобеля, но он старый. К сожалению, да? К сожалению, но при этом сохранился весьма хорошо. Вот он на этих видеозаписях есть мощный такой пес, да. И что нас заинтересовало, в Корее, оказывается, тоже лайка есть. Местная аборигенная, они очень похожи на нашу собаку. Только они поменьше габаритами, да. А наши крупнее и массивнее, да. И вот мы первый этот помет получили естественным путем. А потом, вот когда доктор Хван приезжал, он сразу увидел эту собаку и сказал, вот эта собака более подходит к якутской лайке. Потому что, видимо, он знал и про корейскую свою породу, да. И взяли, вот вывели клон. И сейчас многое вот осуждает, типа это баловство и так далее. Это не якутские лайки. Мы идем очень медленным путем. Сейчас вот... Но вы первые, всегда будет критика, без этого никуда. И это самое... Лучше бы люди помогли. Это все делается на общественных началах. Да, дорогие зрители, обязательно помогайте материально. Дорогие наши депутаты, все-все-все спонсоры. Поддержите, пожалуйста, клуб Байна и, конечно, вот этих замечательных ченков. Ну, возрождение... Возрождение. Цель же главная – возрождение якутских лайков. Охотничек. И вот почему вот эту сучку выбрали, да. Генетически они ДНК посмотрели. И вот того пса и вот этой сучки гены очень похожи. Поэтому геном вывели, посмотрели и сказали, что вот эти две более подходят для якутской лайки. Мы сейчас пытаемся ген вывести, геном якутской лайки, но в прошлом году мы пробовали, из археологи нашли собак, которые были использованы в ритуалах шамана 1800 в каком-то году, да. Вот выкопали две такие вот захоронения. Но они, к сожалению, это очень долго мы их держали при комнатной температуре, года два-три. И оттуда вот геном вывести очень сложно. Поэтому сейчас вот просьба всем любителям охотникам и любителям собак. Если кто-то знает места захоронения якутской лайки, пусть сообщает нам журнал «Байне». И мы готовы туда это прийти, выкопать и вывести ген. Вот геном якутской лайки. И образцом бы это послужило, да. И сверяясь с ним, можно селекционным путем вывести уже якутскую лайку. Вот наша задача предстоящая такая. Ну и все-таки расскажите про интересное все-таки. Я знаю, что у Германа Арбугаева тоже получается, да? Ну, его это все путают. Мы когда говорим якутскую лайку, да, все начинают путать, что это якутская, это как бы ездовая лайка. Ну, мы работаем над якутской охонченной лайкой, да. Ну, это название потом можно поменять, можно саха, их проходящие можно назвать. Ну, это Арбугаевская германа собаки, это Колымский, это Гигельский. Ну, тоже хорошую работу ведет. Он зарегистрировал РКФ. А вы пока не зарегистрировали? У нас официально не зарегистрировано, но у нас уже третий год мы ведем выставки, да, проводим выставки, и там по временному стандарту к нам вот приезжают эксперты, и по временному стандарту вот якутская лайка осенивает этих наших собак, да. Ну, приводят достаточное количество таких собак. Три года назад проводили экспедиции с этими, с экспертами с России по Вилюйским, Лусам, Юрбе, Сунтарах. И там собрали очень большой материал, там фото, видео, и замеры делали собак. Но это все у нас сохранено. И вот сейчас вот на научной основе мы через ДНК хотим вот, вот клонирование только один этап, да, работы. А вот сейчас с ученым будем работать над ДНК. Вот поэтому вот надо найти захоронение 50-60-х годов и сравнить эти ДНК сейчас с нашими собаками, которые отвечают вот стандарту якутской кончилайки. И тогда мы уже на научной основе уже будем это, ну, это будет потребоваться для возрождения нашей якутской кончилайки. Такая работа. А возрождение вообще для чего необходимо, да? Ну, вот мы охотники долгое время занимаемся собаками, и все отмечают, да, что по адаптации наиболее хорошо идет вот у местной собаки. Восточно-сибирское, западно-сибирское, я плохого о них не могу говорить, да, но по адаптационным способностям, не пускай намного, это сам, это вон созданная сама. Ну, уже тысячелетиями селекции провели, да? Естественные селекции. Естественный отбор. Например, охотник берет лес там несколько, ну, 5-6 собак, ну, после сезона возвращается с одной, с двумя только. Ну, большое спасибо, Юрий Петрович, да, сразу перебью, у нас времени очень мало. Большое спасибо, и, конечно, дорогим телезрителям, спонсорам. Поддержите, пожалуйста, люди на общественных началах все это делают. Всего доброго! Еще раз всем привет, мы продолжаем наш прямой эфир, летний эфир, жарко. Как я обещал, в следующий раз обязательно надену шорты, ну, жарко очень. И у нас следующие гости, это наши гости из Южной Кореи. Также проходит выставка о Национальном художественном музее под названием «Красота страны утренней свежести», если я не ошибаюсь, это так. Вы можете найти в интернете, и, ну, это уже сами гости расскажут, до какого числа будет это все идти. И я бы хотел бы представить наших гостей. Итак, О Гэм Сук, художница, а также сидит рядом, получается, муж, продюсер, менеджер, Юн Кин Чу, а также переводчица Карина. Ну что, добрый день! Здравствуйте! Вот, расскажите. Ага, по-корейски, да. Анига-сейо! Аригато? Анига-сейо! Ой, не то начинаю говорить. Извините, пожалуйста. Но все-таки хочется спросить, расскажите, пожалуйста, о выставке, которая сейчас идет у нас. Эта выставка называется «Жизнь». То есть «Жизнь», «Сама жизнь». И до какого числа будет идти, получается, у нас? 7-й, 4-го июля. До 4-го июля. 17-го июня, да, началось, помню, если я не ошибаюсь? Было написано так в интернете? Юр-16-й. 16-го июля. Ага, хорошо. По июля, да, получается. И все-таки хотел бы заранее подготовленные вопросы вам задать. Скажите, все-таки, чье мнение о вашем творчестве для вас важно? Она говорит, что самое важное, это мое мнение собственное, и потом уже мнение мужа. А сколько всего работы у вас? И, Карина, можно ли в микрофон говорить, потому что у вас хорошо получается? Она говорит, что ее произведения есть и во Франции, и в Германии, поэтому если все собрать, то будет примерно тысячи произведений. Тысяча произведений? Вау! Карина, не бойтесь, да вы можете микрофон также переводить на корейский язык, а потом уже и на русский. Все-таки на выставке в Якутии, в якутске именно НХМ, получается 27 работ, если не ошибаюсь. У нас сейчас 27 лет. 27 работ. 27 работ, да? А сколько у вас? Получается, это очень тяжело же. А сейчас в современном мире художники как бы теряются в современном мире. Они не могут настроиться и где что рисовать. Или это не так? В современном мире художники как бы теряются в современном мире. Как вы можете найти в современном мире? Я всегда, когда я живу, когда я живу и у меня, Когда первосемиции команды, я играл с детства, чтобы счастливыми ребенка. Я играл всегда с интересными celebrateмами, которые работают в этих действиях. Она говорит, что самое главное, найти вдохновение. Я думаю, это вдохновение. В основном идёт, слушает музыку, читает книги, выходит на природу, гуляет. Ну, например, по поводу природы. Вы, наверное, были на Исехе в нашем празднике? В Ермчукче 갔다 오셨죠? Да, 되게 감동적이었어요. Она вот то, что незабываемые впечатления получила. Ей показалось то, что она вернулась в Средневековье, и она также думает то, что как бы вот в Исехе вот именно идёт как бы гармония человека с природой. И вдохновила вас, получается? Инспириационно, да. А, да. Например, что именно вдохновило? Я говорю, то, что вот вдохновила её именно действенная природа, то, что вот как солнце светит, и вот люди такие вдохновённые, как бы погружаются в атмосферу праздника, это всё её вдохновило. И говорю, то, что даже вот лошади её тоже вдохновили, потому что она очень любит лошадок. А, Юн Кин Чу, хотел бы у вас спросить вопрос. Всё-таки, наверное, вы помогаете, и, наверное, материально, вы продюсер, менеджер. Как вообще всё это происходит у вас? Или вы заняты другим делом, а ваша супруга делает свои дела? Да. Это не просто. Я не могу ни разу, ни разу. Я не могу ни разу. Он занимается самыми делами, и улаживает контакты с теми, кто будет организовать их галерею, и с всеми встречаются. там разговаривать но не мешает веса круги вы всегда вместе получается получается да вместе и в россии они всегда вместе а в россии получается вы посетили только республику сахар она говорит то что любит наши писатели достоевский толстой наших композиторов чайковский она очень любит россии но вот впервые побывала только сейчас и в якутске только и все таки я спросил уже впечатлениях а вот юнкин чу а какие ваши впечатления о якутии ему все понравилось он говорит то что люди здесь открыты и дружелюбные ему очень понравилось и то что он говорит то что с кореем почти что разницы не почувствовал и такой вопрос у меня возникает попробовали все таки мы мужики любим кушать попробовали национальную кухню нашу вот они попробовали кумыс кумыс и жеребятину нас и жеребятина мясо получается это вам понравилось больше что бы вы хотели сказать или пожелать своему зрителю нужно понимать то что в Indес� à отверстия я национальной кухне состоянии мгл а ассуль национальной кухне отверстия с ума с ума с ума как ассуль с ума Она говорит, что через картины можно передать все. В основном, смотря на картины, вы можете найти свое вдохновение, а также найти что-то свое, даже найти себя в картинах. И также она хочет передать через картины любовь, надежду и надежду на светлое будущее. Спасибо. Расскажите про ваше творческое кредо, что вы хотите сказать своими работами? Расскажите про ваше творческое кредо. Расскажите про ваше творческое кредо. Расскажите про ваше творческое кредо. И что-то ваше творческое кредо. Расскажите про ваше творческое кредо. Она хочет вдохновить людей, искать себя, она в своих картинах рисует весь мир. То есть в ее весь мир входят не только люди, а культура, музыка, искусство. Все это она хочет передать своими картинами, чтобы донести до тех, кто смотрит на ее картины. Получается, возможно ли сделать, например, якутскую выставку якутских наших художников у вас, например, тоже в Карелии? Обмен опытом, можно так сказать. Конечно, она сама даже поможет в этом году. Даже поможет? А есть такие художники, которых вы уже выделили? У нас очень мало времени, к сожалению, еще больше вопросов. Сейчас я смотрю, что есть традиционные персонажи, животные... Огэм Сук, большое спасибо. Но об этом чуть более подробно я вам расскажу, только после эфира, кого же она выделила. Ну что, большое спасибо, большое спасибо. Творческих успехов. А мы, дорогие телезрители, прощаемся ненадолго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok